Мне пошёл сначала ответ здоровью, чтобы обратила внимание на своё здоровье, чтобы любила себя лучше. Здоровья. А чётко, любись. Любись себя, да, обрати на себя внимание. То есть вот оно, позитивное намерение. Любовь к себе. Любовь к себе, обрати на себя внимание, да. Спросите, есть ли ещё что-то? Скажите, пожалуйста. Опять получила ответ, подавить гордыню. Подавить гордыню? Ну, попробуйте это сформулировать позитивно. Это уже как способ вам идет. Что я получу в результате того, что подавлю гордыню? Что хорошего получу, важного? У меня получилась такая структура. Проблема боли в эпигастрии, чем... Боли в эпигастрии, чтобы понимали, это вот подложечные области, области живота, да. Теперь чем? Самоедливая незавышенная требуется в любви к себе. И другим. Это не прозвучало. Нет, ну хорошо, ладно. Это я уже, да, от себя оттену. Для чего? Для развития. Так, в принципе, вполне понятная цепочка, так? В принципе, да. То есть вы с этим согласны? Согласны. Прекрасно. Поблагодарили уже подсознание? Хорошо. Понятную ответ, но на чужой каравай, рот не ради, но я задала вопрос. Я не поняла ответ, она говорит, быть уверенной в своих силах. Позитивное намерение, быть уверенной в своих силах, как женщина, да? Ну, раз там речь шла о мужчинах, быть уверенной в своих силах. Так, хорошо. А на чужой каравай, как бы, не развивая. Это интересно. Вот у меня какой-то интересный ответ, да, нет. Когда я задавала, готовы ли мои профессиональные сочетки, позитивное намерение. Ну, я как-то ответила, да, нет. Ну, так скажи, определись, пожалуйста. Так скажи, определись. Если нет, так нет, да, так нет, да. Ну, только четкий ответ. Или да, или нет. Так, у кого еще какие-то интересные? Я была вопроса, для чего мне нужно подавить больную? Чтобы любить мужа. Так, любовь к мужу, да? А что мне даст любовь к мужу? Детей. Так. Говорите. Значит, проблема. Значит, проблема у меня была кушлое зрение. Так, причина? Я рассуждая, я представляла, что у меня неживание, было видеть окружающие, происходящее событие. Но подсознание мне сказало, что нет. Просто я услышала много всяких причин. И книга прочитала, что после 40-ка урушается все необходимое детечкость. Мы на детечко-нибудь. И когда я спросила, зачем, то мне как-то... Я не успеваю задать вопрос, как уже приходит... Да, ну, правило, ваш процент на меня уже реагирует. Кстати, по улучшению зрения, что я как-то читала книги, и буквально сегодня утром я начала читать книгу, я уже лучше буду. И я решила справдить лучше над этой проблемой. И мне вот сознание сказало, что зачем, зачем это произошло? Чтобы, ну, как бы, укрепить веру в себя. Потому что в моей жизни уже много произошло таких событий. Во что я поверила, то я получила. И это много таких примеров. Ну, да, получается, если я поверила в то, что после 40 лет нужно надевать очки, да, чтобы улучшать зрение, я это получила. Если я хочу обрести веру в себя, в свои силы, возможности, соответственно, вот решая эту проблему, я получаю... Нет, я просто уже в этой жизни действительно очень хорошего получила веру, имея веру в себя и в себя. Хорошо. А он в моих, как бы, как бы. Спасибо. Значит, понятно, да, позитивное намерение вы определили. Любовь к мужу мне даст душевный покой. Вот, душевный покой. Значит, позитивное намерение этой проблемы – душевный покой. Так, спокойствие, душевный покой. А что-то еще? Любовь. А у меня был такой ответ, что мне нужна была такая ситуация, чтобы я обратила внимание на здоровье, да, и на себя, чтобы найти спутник жизни и хорошего. Так, значит, пошли немножко дальше уже, да, расшифровывать. Любовь к себе, обратить на себя внимание и найти спутника жизни. То есть стать счастливой женщиной. Это уже как новые способы уже пошли, да. Ну, это бога намерения, да, идет. То есть стать счастливой женщиной, а вот позитивное намерение. Хорошо. Еще, да. У меня упухли груди, и когда я задала вот этот вопрос, у меня сразу же пришел ответ, что это болезнь для меня дана для сохранения семьи. Вот. Это как получается? Вот я все время стремилась, чтобы развестись, что я с удовольствием. А вот у меня этот... Получается, есть такая... Как вас зовут? Гюзель. Получается, у нее есть такая часть, которая хочет сохранить семью, так? И которая для сохранения семьи создала болезнь. И каким-то образом эта болезнь способствовала сохранению семьи, так? Ну, вы же еще не развелись? Нет. Нет. Значит, способствовала? Ну, я-то не хочу. Да, но вы хотите развестись? Нет. Но тут надо будет просто определиться, да? И нужно будет с этой частью подсознания разобраться. И мы сейчас как раз это и сейчас, и в ходе нашего семинара это сделаем. То есть вы разберетесь. Потому что у нас еще и отношения будут рассматриваться, мужские и женские. Поэтому, видите, здоровье, да, выясняем. Отношения, там, к себе, к близким, к мужу, дети, родители, дети, опять же, мужчины. То есть все вот взаимосвязано, да. У меня была проблема в вашем положении, я включила такое действие, ешь, клеешь. Подождите, вы, наверное, не внимательно слушаете. Нет, подождите, давайте так. Чем я создала себе вечный вес? Чем вы его создали? У меня есть вечный вес. Много ем. Так? Ну, вы же, нужно было дальше спросить, а почему я много ем? И человеку это надо, по сути, это очень мало. Во-первых, для чего я? Для чего я столько ем? Да, ну, дальше ответы, что это значит физа, а жизнь не скулья какая-то. Вот, то есть внутреннее спокойствие, да? Да. Ну, первое, это в обмене, что мы ем. Но это понятно, это уже как пошел, это уже следующий шаг, новые способы поведения, да? Это как две у меня тоже учащиеся семинара рассказывали, как они поехали к Ишпировскому, по-моему, куда-то, или в Киев приезжал, или еще куда-то. И приехали, значит, около гримерной там ждут его, потому что решили вот лично к нему, чтобы вот так вот. А у них вот, ну, обе женщины такие начали поправляться, вот. И цель такая, похудеть. И вот он выходит из гримерной там, чтобы в зал. Они его, значит, Анатолий Михайлович, ну, скажите, что же нам надо, чтобы похудеть? Иногда, посмотрел, никуда ни на кого смотреть. Хватит жрать! Так вот, так по-доброму. Вот, но они после этого две недели вообще ничего вроде не смогли брать, их тоже выворачивало. Похудели точно. Они начинают кушать, а их вырывают. Да, но это, это как мы говорим, из старой модели, да? Наша задача же не то, чтобы просто меньше ешь, чтобы и без этого не знали, чтобы надо меньше еть, знали. Дело же не в этом, а в том, ведь позитивное намерение какое? Душевное спокойствие, да? Так вот, следующий шаг, очень важный, четвертый шаг. Создание новых способов поведения. Создание новых мыслей, эмоций, нового отношения к себе, к окружающему миру. Которое будет более эффективно и надежно, чем старое поведение. И которое будет благоприятно для меня и для окружающего мира. Смысл понимаете, да? Значит, следующий шаг, создание новых способов. То есть отказаться от еды, это еще не значит создать что-то новое. Может быть для вас на данный момент это был единственный способ душевного спокойствия. Наестся и вот и спокойно. А если у вас это забрать, как же вы будете заботиться о спокойствии? Выпивать начнете? Нет? Потому что бывает так, человек бросает курить усилием воли, а потом начинает набирать вес. Потому что он за счет еды начинает компенсировать то, что он получал за счет сигареты. Создание новых способов. Новых моделей поведения. Это очень важно понять. Мы ничего не забираем и ничего не отрицаем. Мы создаем новые. Потому что многие системы основаны на том, чтобы что-то прекратить делать. Да, это хорошо, но надо же что-то дать взамен. Что-то дать взамен. Смотрите, подсознание, эта часть подсознания выполняет позитивное намерение для каждого из вас. Какое-то важное позитивное намерение. Но на тот момент, когда оно начало его выполнять, был только этот способ, другого не было. Это не значит, что оно плохое. Нет. Просто так обучены были. То есть был именно такой выбор. У каждого, помните, мы читали первые книги, каждый человек живет в своей модели мира. Именно вот в вашей модели мира это было оправдано. Это был вот такой способ. Другого не было. Поэтому вы благодарите подсознание за тот способ, который был. Благодарите его искренне, благодарите, полностью доверяя ему за то, что оно заботится о вас. Только вы ему говорите, что давай другими способами это делать. Родное мое подсознание. То есть прямо сейчас, дайте ему поставить и принять такую задачу, что прямо сейчас создай как минимум три новых способов поведения, мышления для реализации тех важных позитивных намерений, которые ты для меня осуществляешь. Даже если вы их не знаете. Все равно поблагодарите, доверьтесь и попросите создать новые способы. И добавьте, что пусть новые способы моего поведения будут более эффективны, более надежны, чем старое поведение, которое привело к болезни или проблеме. И пусть новые способы будут во благо мне и во благо всему окружающему миру. То есть доложите чистоту помыслов. То есть это должно быть какое-то новое отношение к себе, к окружающему миру, ко многим вещам в этом мире. Измене образа жизни, образа мышления. И пусть ваше подсознание создаёт, то есть не кто-то вам будет навязывать, а ваше же подсознание создаст. Воспользуется творческими ресурсами, фантазией, памятью ваших предков, вашего рода. Наверняка в вашем роде там были какие-то люди, которые что-то умели делать очень хорошо. Пусть подсознание получит доступ к этим знаниям, к этим ресурсам, к этому опыту. Использует его. И договоритесь, как только создашь один такой новый способ поведения, дай мне ответ «да». И если оно будет готово, он даже подскажет, что это за способ. Прямо озвучит его. Или покажет, или озвучит, что это за способ. И кто получил уже... Есть такие, да, кто уже получил новый способ? Спешу, наверное, да? Ну, в смысле, не было осознанных ответов, но контакт-то был? Да, нет. Ну и хорошо. Так и скажи, как только создашь один новый способ, дай мне ответ «да», пальцем покажи. Нет, ну как на предыдущем. Вы же спросили, есть ли какое-то во мне поведение, которое привело к болезни? Есть. Позитивное намерение есть? Позитивное намерение болезни есть. Но вы не получили какой? То есть вы спросили, готовы ли ты мне сообщить об этом позитивное намерение? Что вы получили? Да или нет? Да. То есть готово, но конкретно вы не получили. Значит, не сегодня, просто не сейчас вы получите, может быть. Через час, завтра, через неделю, но вы все равно получите. Но вы все равно продолжаете управлять процессом. То есть полностью доверяя подсознанию, вы говорите так, что создай сейчас новые способы. И как только создашь один новый способ, дай мне ответ «да». Четко, понятно, ответ «да». Что я буду знать, что он где-то у меня там подсознание есть. Какой? Узнаю позже. Понятно, да? Так. Кто получил ответ «да», что один способ есть, поблагодарите, попросите дальше создать. Второй, третий. То есть так вот, три способа создайте прямо сейчас. Три новых способа поведения. Здесь не надо спешки, поэтому я вас не тороплю. Используйте творчество, фантазию. Три новых способа поведения. Да, и сейчас я еще раз повторю. А мне разведено такое знание, а другим еще? Я попросила многое. Смех как-то. Ну, я не думаю, что это позитивный способ. Почему? Потому что способ такой сделать других хуже. Ну, понятно, да. То есть скажите, что этот способ не принимается, давай другой. И вообще это не способ. Или сформулирую его по-другому. То есть, например, замечать в своей жизни только хорошие. И в жизни других тоже. Ну, в общем, поработайте еще. Значит, воспользуйся моими творческими ресурсами. Моей фантазией, энергией, жизненным опытом, опытом моих предков. И создаю прямо сейчас как минимум три новых способа поведения и мышления для реализации тех важных позитивных намерений, которые ты для меня осуществляешь. Пусть они будут новые способы во благо мне и во благо окружающему миру. Как только создашь один такой способ, дай мне ответ «да». И получили ответ «да», поблагодарили и говорите. Продолжай дальше, создай второй способ. И так вы должны насчитать как минимум три способа. У нас на одном семинаре одна женщина говорит «сорок девять способов». Вот вам и нифига себе. Вот, сорок девять способов. Нет, там буквально сразу. У меня уже, говорит, сорок девять способов есть. Ну, опять же, я говорю, все люди разные. Кому-то один там туго способ идёт, а кому-то сразу сорок девять. Людмила, у вас уже сколько? У меня два. Два. Озвучите их? Да. Первый – обменять квартиру, уехать из той квартиры, на которой я сейчас живу. Второй – возлюбить людей, тех людей, которые мне неприятны. Так. Значит, поменять место жительства. Поменять место жительства. Так. И второй способ – возлюбить людей, которые неприятны. Ну, а вы знаете, кто вам неприятен, да? И там список есть. Нет, ну, вы же знаете, кто вам неприятен. Значит, их нужно полюбить. Даже вам, как сказать, возлюбить. Так. Хорошо. Вот два способа есть. Хорошо. Благодарите. Третий способ – создавайте. Так. У кого какие ещё вот интересные способы? Что там вот у вас? Как вы называли? Наталья. Что там? У меня… Ну, вообще, оно у меня ответит. Я тебе уже давала способы. Вспомни их. Ну, и конкретно повторила два способа. И ещё много дало. Ну, вот, первое – это начни писать сказки для детей, потому что я раньше это делала, потом бросила. Потом организуй, наконец, такой свой лагерь. Хватит мечтать, пора действовать. И третье – спрячь колючки, научись доверять близким людям. Так. Ну, для вас это имеет смысл, да, определённый? Спрячь колючки, потому что это символически, да, колючки? Так. Понятно. Хорошо. Оказывается, давно уже приходили подсказки. Так. У кого ещё какие? Да, я видел, да, всё головой там. Да, да, да. Будем ещё несколько раз дать? Да, ну, ещё, конечно. Что сказали-то? Ещё дадим? Ну, да. Ну, и правильно. А какие конкретно? А, ну, попробуйте, да. Я третий пришёл. Пришёл третий. Да. Работа над собой физически. Так, то есть какие-то физические упражнения. Так. Значит, физическая работа над собой, да? Физическая работа над собой. То есть конкретно заниматься какими-то физическими упражнениями. Так, накачаться. А у кого ещё какие-то интересные подсказки, ответы? Гюзель, у вас что? Миниатрин, который я не знаю, как это. Во-первых, это первое. Проблема была опухоль в груди, да? Да. И когда вы вот только не закончили вот первый вопрос, у меня уже был ответ. Это первое было любовь. А второе было, ну, и туда как бы, если я начну любить себя, значит, будет всем хорошо. Второе было туризм, там, путешествия и всё такое для меня это. А третье, вот, принимай гостей. Вот у нас дома всё время гости. Я просто готова была бежать от этого всего. А тут уметь принимать гостей. То есть, помните, там, позитивное намерение сохранения семьи, да? То есть, любовь, туризм, я так понимаю, наверное, семейный туризм, что будет объединять. Так? А всё, вот, хочу оттуда убежать. Ну, ладно, это дальше разберёмся. Главное, чтобы все части были согласны с этим. Да, у вас? На все случаи жизни у тебя есть синхронизированные ответы. То есть, на все случаи жизни ответы уже есть. То есть, они уже есть. Ну, и прекрасно. Главное, услышать вовремя. Главное, да, вовремя получить эту подсказку. Это затверд. Так. А ещё, хорошо. О, пошло. О, пошло. Стать смелее и быть более рачительной хозяйкой. Рачительной, так как... Ну, пироги пусть печёт, кушает их и поправится. Они как-то из-за одной пирогами потянуло. Это на отличный момент. Просто ничего не бывает. Раз потянуло, значит для этого. Хорошо, видите, уже больше трёх способов. В принципе, этот процесс может быть действительно бесконечен. Способов может быть очень много. Это хорошо, когда идёт развитие, постоянная наработка новых способов поведения. Таким образом, человек открывает какие-то новые свои ипостаси, новые свои какие-то энергии. Это хорошо. То есть мы пока создаём три новых способа, чтобы был какой-то выбор. А в принципе, это может быть бесконечный процесс. Так. Всё, создали новые способы. Так? Хорошо. Не все, может быть, их знают. У кого-то просто, я думаю, пришёл ответ, что они есть, но какие пока не знают. Да? Есть такие. Значит, в нужное время подсознание подскажет, где и как использовать эти способы. Но теперь давайте мы проведём экологическую проверку. Как это? Особенно, кто не знает, что это за способы, спросите сейчас все части своего подсознания, подсознания в целом. Спросите, есть ли такие части в моём подсознании, которые бы возражали против новых способов поведения? Есть ли такие части в моём подсознании, которые бы возражали против новых способов поведения? Если есть возражения, дай ответ «да». Если нет возражений, дай ответ «нет». Есть возражения. Так, ну я и подозревал, что будут возражения. Хорошо. У кого ещё есть возражения? Замечательно. У кого есть возражения, а тех, у кого нет возражений, всё равно послушайте, что нужно делать, потому что вдруг будет такая ситуация, где будут возражения, и вы не будете знать, что с этим делать. Так, значит, если есть возражения, это значит, есть какая-то часть, которую вы обошли своим вниманием, и которая очень хочет принять участие, понимаете? И вы не учли её какие-то пожелания. Поэтому вы сейчас так и скажите, возражающая часть, опять же, с полным уважением, с любовью, с вниманием, возражающая часть, объединись сейчас с той частью подсознания, которая создавала новые способы. Объясни ей свои возражения, а точнее, свои пожелания, и с учётом этих пожеланий совместно откорректируйте эти новые способы, чтобы они устраивали новые способы поведения, чтобы устраивали все части моей личности. Как только сделаете это, дайте мне ответ «да». Как только сделаете, дайте мне ответ «да». Чтобы консенсус был. Это я вспоминаю моя супруга, когда мы, ну, когда ещё только познакомились, вот, когда она спрашивала, там, чем ты занимаешься, я говорю, «Ну, я психотерапией занималась, занимаюсь, ну, пообъяснил, что там делаю, как она сначала, конечно, там, ну, восприняла немножко так, настороженно, скажем так. А потом, когда возникла проблема, говорит, ну, вот, научи меня, вот, потому что ты делаешь». Ну, я её научил. Сначала с помощью пальцев, потом у неё пошло это всё так быстро, активно, уже информация, там, образы, слова, там, целые истории. Потом даже она мне помогала, там, пациент заходит, она на него посмотрит, он сидит там автоматическим письмом, так, на него, через пять минут приходит, а близко кой. Приносит, а там уже написано все его причины, все намерения, и даже новые способы, что ему делать. Вот. И вот у неё там, помню, такой, был такой момент, когда такой образ, вот, заседание колхозников и колхозниц. И вот там одна часть, которая ответственна, там, за болезнь, за проблему, встаёт, начинает там отчитываться, чем она создала, там, для чего, и потом новые способы создаёт. И вот, когда вот этот, подошли к этому шагу, есть ли какие-то возражения. И вот, значит, две руки тянутся из зала, председательствующий говорит, председательствующий, это как сознание, да, которое руководит процессом, говорит, так, ну что там, две колхозницы против, они, да, мы против. Так, в чём вы против? Но они рассказывают, почему они против, новых способов, в чём они могут помешать, или где может быть какой-то конфликт. Так, хорошо, там есть комната у нас для заседания ещё, небольшая. Так, удалитесь, вот вы втроём, придите там к согласию, когда придёте к согласию, возвращайтесь обратно и доложите. И вот они вышли через, буквально через несколько секунд, возвращаются, всё, мы уже всё выяснили, все согласны. Ну и снова спрашиваем, есть ли теперь возражения? Всё, тишина. А принято единогласно? Да, лес рук. Всё, принимается единогласно. То есть вот такой ещё образ был интересный. Так, что там? Так, то есть принимать, позитивно, да, сформулировано? Принимать помощь родственников при решении этого вопроса. Смена места жительства. Хорошо, теперь, когда вы провели уже, скажем так, коррекцию новых способов, спросите, есть ли теперь какие-то возражения, пожелания, после того, как вы уже откорректировали новые способы? То есть нужно добиться, прийти, не добиться, прийти к полному согласию. Согласие должно быть. Тогда не будет никакого конфликта. Потому что все конфликты вовне, это конфликты прежде всего где? У нас внутри. На уровне нашего подсознания. Поэтому если там все отчасти будут согласны, всё у вас пойдёт легко, говорят, как по маслу, да, всё легко. Люди встречаются нужные, события развиваются как надо. Всё как в сказке. Так, всё, нет уже возражений? Нет. Есть? Значит, если у кого-то есть, снова проделывайте то же самое, да? Значит, отправляйся, там другая часть, которая возражает, снова объединись, подключись, там, выдай свои пожелания, совместно откорректируйте, и когда сделаете это, возвращайтесь, сообщите, что да, всё проделано. Идём вот по схеме, которая у вас отработана. У меня такая просьба, я хочу услышать лично от вас совет, потому что я вот этих вещей, вот этих вот там сигналов, я, ну, не восприняла. Я давно мыслю над этим, не восприняла. У меня такая другая проблема, другая проблема. Я постоянно создаю какие-то в уме негативные ситуации наперёд. Я их визуализирую. Если я придумала, увидела, вернее, не увидела её. Ну, вы же меня в перерыве говорили. Да. Это прозвучит, но немножко позже. У нас будет тема, посвящённая этому, нашим мыслям, образом, мыслям, которые мы себе создаём. У нас будет целая тема. Поэтому мы позже об этом скажем. Обязательно. Так, всё? Без дне. Без дне. Но это новый способ идёт. Бережное отношение к деньгам. Но прекрасно, это как новый способ поведения. Просто вы сейчас спросите, есть ли возражения какие-то. То есть уже согласие есть или нет по поводу новых способов поведения? Да, это уже просто дополнение идёт к новым способам. Но это потом можно в процессе. То есть согласие. Это уже идёт дальше, что ещё. Ну и прекрасно, процесс уже запущен. Пожалуйста, подсознание может работать. Создавать ещё способы. Так. Теперь нужно, чтобы эти способы заработали. Как бы у меня одна женщина пришла на семинар и говорит, «Ох!» И представляете, я же теперь поняла. Я же отошла до этого момента, до создания новых способов. А дальше я же не дала команду, чтобы эти способы были запущены в жизни. Поэтому у меня ещё не получалось. А теперь, говорит, всё, я запустила, и уже чувствую, пошли изменения. То есть способы это создали. Теперь надо, чтобы они, да, ваша команда нужна как хозяина, чтобы эти способы реализовать. В жизни, поэтому вы так и говорите, что моё подсознание, возьми на себя ответственность за реализацию новых способов поведения в моей жизни, в нужное время, в нужном месте. И как только будешь готова, дай мне ответ «да». То есть всё время у вас вот эта прямая обратная связь. Капитан-команда. Команда-капитан. То есть как только будешь готова, дай ответ «да». То есть если вы говорите «полный вперёд», команда говорит «есть полный вперёд», да? Говорите «стоп-машина», а говорите «стоп-машина». Так, да. Есть? У кого нет, не готова брать ответственность? Нет таких? Ну, я думаю… Вот именно. Кстати, это вот одна из причин, но я хотел после перерыва об этом сказать, но сейчас немножко скажу. Это одна из причин, почему подсознание не всегда даёт вам готовый мысленный ответ. Почему? Потому что, представьте, что если вы вдруг осознаёте ответ, то вам нужно уже сознательно брать на себя ответственность. И поэтому подсознание говорит, что не мешай мне только, да? То есть иногда, зная всё, всё подноготное, как говорится, зная все причины, там, все цели, даже новые способы, иногда мы можем даже сами себе сознательно мешать в реализации. То есть чего-то вариантами. Теперь наша с вами задача. Мы же уже знаем, что болезни, проблемы, мы сами создаём определёнными своими негативными мыслями, эмоциями. Теперь мы как раз разберём эмоции, разрушительные, негативные так называемые эмоции, что с ними делать, в чём их позитивные намерения, вообще для чего они человеку нужны, и как их трансформировать в позитивные созидательные мысли и эмоции. Причём я выяснил, что есть определённая структура у эмоций, у всех эмоций одна структура. Если мы с вами научимся понимать, как возникают страхи, обиды, ревность, раздражение, злость, жалость, зависть и так далее, то есть есть тут перечень, который в первой книге есть, поймём механизм возникновения этих эмоций, то вы сможете легко и быстро их трансформировать в позитивные созидательные эмоции. Значит, как это всё происходит? Давайте возьмём для примера какую-то эмоцию, чувство, которое... Страх. Страх. Возьмём страх, да? Начнём... Я люблю именно со страхами работать, вот поэтому возьмём страх. А страх чего, в чём это работает? Ну, сейчас узнаем, страх чего. Страхи бывают разные, да? У кого есть страхи? Кто сказал у всех? Значит, про всех не надо говорить. Помните? Кстати, кто говорит у всех, то тем самым наводит порчу из глаз. Да, поэтому... Я говорю вполне серьёзно, поэтому будьте очень внимательны к своими словам. Когда вы говорите всех, у всех, как всегда и так далее, вы тем самым наводите порчу на определённые... В принципе, на всех людей. Сколько там? Шесть миллиардов, да? Вот. Вот ваша одна мысль — это уже послание. Потому что не у всех же бывают страхи. Не у всех. А вы? Не всегда. Да, и не всегда. По крайней мере, они всегда проявляются. Поэтому вы берите ответственность только за себя. Ну, по крайней мере, подняли руку очень много людей. Кто не поднял, может быть, или не захотел, или сейчас в данном случае просто не понимает, есть у него это чувство или нет. Страх. Как проявляет себя? Как вы узнаёте о своём страхе? Ну, пока это слова. Как вы узнаёте? Замирает сердце. Так, поднимается давление, замирает сердце. Во сне отнимаются ноги. Холодный пот. Вот что интересно, вы слышали, все эти слова имеют отношение к чему? К ощущениям. Вот всё, что назвали, это и есть ощущение. То есть на сознательном уровне мы воспринимаем только что? Ощущение, чувство. Это на сознательном уровне. Значит, эмоция есть, проявление её на сознательном уровне. Значит, сознание. И подсознательный уровень. Значит, на сознательном уровне что? Чувства, ощущения. У каждого свои. У кого-то это замирание сердца, у кого-то, наоборот, сердцебиение, у кого-то ноги отнимаются во сне, у кого-то холодный пот, у кого-то слёзы бегут из глаз и так далее. Тогда что на уровне подсознания? Да, совершенно верно. Когда я спросил, как вы узнаёте о своих страхах, у большинства людей, кто поднимал руку по поводу страхов, глаза пошли вверх. То есть подсознательно пошёл доступ к тем образам, которые есть на уровне подсознания. Какие образы? В этом образе явно кто-то, чем-то вам или кому-то угрожает. Значит, если есть образ, так и задайте себе вопрос. Кто или что, чем и кому угрожает? Мне или моим близким? То есть что это за страх? Какая там картинка, образ? Причём образ может быть не только визуальный, он может быть и аудиальный. То есть вы можете слышать. Это может быть голос какой-то, так, который вы внутри себя слышите, голос, который вам о чём-то сообщает, вещает. Это может быть одновременно и картинка, и голос. Оно обычно так и происходит. Даже бывает такой внутренний диалог. То есть, например, какая-то картинка возникает, и вы там замерли, что да, ой, не дай Бог, нужно это убрать. Тут же это опять появляется. Нет, ты посмотри внимательно, видишь, что может произойти. Нет, нет, это мне не нужно. И получается такая своеобразная внутренняя борьба идёт. Значит, в подсознании образ. Вы уже выяснили, что за образ? То есть кто, ну не помнишь, чувства же есть. Но если во сне, значит, получается, что это в глубоком подсознании есть какой-то образ, какая-то картинка. Но не помните, поэтому вам подсознание и убирает память, чтобы вы не помнили это событие. Но вы можете попросить или сразу, или постепенно дать понять, что скрывается за этим ощущением. Не обязательно сразу, постепенно. Можно по частям, чтобы не было стресса для вас, чтобы это было осознанно, пускай спокойно осознанно. Пускай это частями, порциями, информация будет выделена. Значит, получается вот такая структура эмоций у всех. Эмоции одна и та же структура. Мы сейчас взяли страх для образца. Но дело в том, что любой эмоции, обида, гнев, раздражение, злость, жалость, везде одна и та же ситуация. В подсознании образ, картинка, звук, слова, сознание, ощущение. Только картинки разные. Значит, в отношении страха кто-то, чем-то, мне или кому-то угрожает, например, близким. Так, если это, например, обида, какая здесь картинка, какой образ? Образ обидчика, да. То есть тот, кто мне делает неприятно, больно, унижает и так далее, в связи с какой ситуацией связана обида. Есть и ревность. Какая картинка? Мужа. Ну, в данном случае мужа с другой женщиной, да? То есть получается, видите, в принципе, механизмы тоже самые, картинки только меняются, образы меняются. Мне все порадуются за мужа. На раздражение какая картинка? Значит, картинка или образ того человека, или ситуация, которая вас в чем-то не устраивает, и которую вы хотите изменить. Ложь, лживость. Чья? Кого-то? Или ваша? Ну, если ваша, какая картинка там, какой образ? Наверное, образ ситуации, где вы сказали неправду. Так? И отсюда возникает это чувство. То есть, вы поняли, да? Все дело в том образе, который находится на уровне подсознания. Вот именно с ним и нужно работать. Ну, какая разница? Вы, значит, представляете эту болячку, или представляете уже себя мертвой от этой болячки? Болячка есть, а вас нет уже. То есть, еще раз, обратите внимание, то есть, если есть какая-то эмоция, сразу разложите ее на составляющие. Ощущение, то есть, где и как я это ощущаю, в какой части тела. И следующее, образ, то есть, что стоит за этим ощущением? Что там скрывается за ним? Какой образ, картинка, воспоминания из прошлого, какая-то ситуация, какие-то люди? Что с этим связано, с этим чувством? Теперь дальше мы как идем? Поясняем позитивное намерение. Позитивное намерение — это эмоции. В данном случае страх. Какое позитивное намерение выполняет? Сохранение жизни. Мы позитивно уже учимся, безопасность, защита, сохранение жизни. Позитивное намерение при страхе — сохранение жизни. Самосохранение в данном случае или сохранение жизни кого-то из близких, если есть страх за своих близких. Например, за ребенка или за мужа, или за жену, за мать, за отца. Но теперь, смотрите, интересная возникает ситуация. Мы всегда должны любое чувство и эмоции рассматривать с двух позиций. Первая позиция — что это та часть, которая вызывает это чувство, та часть подсознания, которая выполняет позитивное намерение. В данном случае самосохранение или сохранение жизни близких. Но та часть, которая показывает этот образ, выдает этот образ, страшный образ или тревожный образ, который вызывает беспокойство. Эта часть, вызывая этот образ, как раз хочет, чтобы произошло то, что оно показывает. Ну, у кого есть из присутствующих страх, беспокойство, тревога по поводу своих детей? У каждого. У всех не надо. Порчу, порчу не надо наводить. А то сейчас будем штраф взимать по 100 рублей за наведение порчи. Подвеси. Подвеси. Так, это хорошо, мне больше нравится. Только больше. Да, не надо быть жадными. Значит, ну вы поняли, да? Еще раз. Только за себя. Значит, кто сказал, что есть страх, сразу подумайте, как вы этот страх, как вы о нем узнаете? Как вы его видите, чувствуете, слышите? Какая картинка там возникает? Ну, страшная картинка. Он конкретно, какая картинка? Падаешь, что за сей. Меня убивают. Это не вода такая. Хорошо. Это не в детской жизни. Вот, вот, пожалуйста, это может быть, как говорят, из прошлых жизней какие-то, да? Воспоминания, переживания. Во сне они проявляются, потому что подсознание активизируется. Сознание получается, как... Нужно определить, для чего, получается, какая-то часть, которая не хочет, чтобы я жила в этом мире. Да. Так же, вот, у кого есть страх и беспокойство за ребенка, значит, есть такая часть подсознания, которая хочет смерти. Смерти ребенку. Ужас какой. Да, я не предупредил, извините, я не предупредил вначале, обычно я предупреждаю вначале каждого семинара, что я буду открывать вам страшные тайны. Вот, это как раз вот одна из страшных тайн. Но вы к этому все-таки отнеситесь спокойно, опять же, без всякого там чувства вины. Все-таки это действительно у нас есть, мы порой не замечаем, как своими мыслями, эмоциями мы уничтожаем не только себя, но и друг друга, своих близких, в том числе и детей. Поэтому в данном случае это лучше понять, принять, изменить свои мысли. Тогда изменится ситуация. Но вы поймите одно, если у вас есть беспокойство или страх по поводу ребенка, значит, есть такая часть, которая хочет смерти ребенка. И даже показывает вам способ, как этого ребенка устранить. Лучше об этом не думать. Не лучше об этом не думать. Как правильно думать? Помните, мы говорили, нужно научиться капитану отдавать правильные команды. О чем думаешь, что это получается? Нет, так вот важно, как думать, как правильно на это отреагировать. Значит, у этой части подсознания есть тоже свое какое-то позитивное намерение. Вот сейчас у кого есть страх по поводу ребенка, спросите честно эту часть. А для чего мне нужна смерть ребенка? Для чего? Честно. Какое в этом позитивное намерение? И что вам эта часть подсознания вам сообщит? Другие части пусть пока помолчат. Потому что есть такие части, которые могут сейчас кричать. Да нет, мне это не нужно. Да нет, я только хочу всего хорошего. Тем не менее, почему-то страх и беспокойство присутствуют. Поэтому эти части пусть пока помолчат. Вы обратитесь именно к той части, которая показывает вам эти картинки, эти образы. Это только тем, кому показывать. А кому не показывать? Кому не показывать не нужно. Тогда, если есть другие страхи, спросите по поводу других страхов. То есть, чего я боюсь? Есть чего-то, что вы боитесь? Я не о чем не думаю, о чем я боюсь. А, ну, не хочу думать, это не значит, что этого нет. Пожалуйста, тогда про себя лично и спросите. Вот же был пример. Мне здесь-то, что меня убивают ножом. Для чего мне нужно себя убить ножом? Вообще покинуть этот мир. Для чего? Какое в этом позитивное намерение? В данном случае сон. Но сон-то не сон, а тело-то реагирует, ощущает реакцию. Это есть, когда вы просыпаетесь в холодном поту, например. Или там вот ноги немеют во сне. Есть реакция, понимаете, организма. Значит, есть подсознание определенной образы. Так, кто готов, у кого был страх по поводу ребенка? Кто готов озвучить? Не понял. Я сейчас приведу пример, вы поймете. Это тоже сейчас я приведу пример, и вы потом еще свой расскажете. Это, опять же, у нас уже классика. Классический пример. Несколько лет назад ко мне пришла молодая женщина с ребенком, девочкой, на прием полтора года. Девочке. У ребенка постоянные простудные заболевания. Несколько раз в месяц, с высокой температурой, под сорок. И мама говорит, что у меня уже появился страх, беспокойство, что может ребенок заболеть и умереть. И сразу обратились к той части подсознания, которая вызывает эти мысли, эти страхи. То есть для чего? Нужно, чтобы ребенок заболел и умер. И эта часть ей дает такой ответ, что я хочу, чтобы ты была счастлива. Ну, я сначала не понял, но она потом говорит, я все поняла. Ситуация такая. Она одна воспитывает дочь. Когда она была еще беременной, на последних месяцах они с мужем разошлись. И получается, что она одна воспитывает дочь. Но эта часть хочет, чтобы она была счастлива как женщина. То есть хочет, чтобы была крепкая, дружная семья. А у нее есть такие мысли, что кому я теперь с ребенком нужна? И получается, видите, вот он конфликт внутренний. Одна часть, которая заботится о том, чтобы она была счастливой женщиной. Другая часть, которая хочет, чтобы она была матерью. Но получается, ребенок препятствует ее счастью. Ведь кому я с ребенком нужна? Фактически это что означает? Что эта часть, которая заботится об ее личном счастье, должна ребенка устранить. Ну, раз он помех. Согласны? Логично? Она обращается к этой части, благодарит ее и говорит, давай создадим новые способы. Чтобы ребенок был не помехой, чтобы он мне помог стать счастливой женщиной. Ее подсознание придумало такие способы. Через полгода она ко мне пришла. Там, пришла с подарком, счастливая, довольная и беременная. На втором месяце. Вот. И рассказывает ситуацию, что, значит, познакомилась с мужчиной. Говорит, ну, прекрасный мужчина, все, он меня любит, я его люблю. Дочку уже он удочерил. Мы с ним поженились, он удочерил ребенка. И сейчас вот я жду еще одного ребенка. Так, мало того, действительно, моя дочка помогла мне встретиться с ним. То есть, там была такая ситуация, уже не помню подробности, много лет прошло. Но была такая ситуация, что именно он обратил внимание именно как-то сначала на дочку. А потом уже на нее. Ну, что-то там, в общем, подробности я не помню. А, ну, может, ну, что-то я уже просто за давностью лет не помню. Вот. Но смысл в том, что именно ребенок помог действительно привлечь этого, значит, внимание мужчины привлечь именно к ней. Я говорю, ну, а как теперь ребенок, болеет нет? Я говорю, знаете, вот с тех пор, как я провела вот этот вот с вами сеанс, у меня в течение полугода дочка ни разу ничем не болела вообще. Даже насморка не болела. Резкая перемена, да? То, чуть ли не каждый месяц простудные заболевания, тут резко ничего уже нет, никаких болезней. Ребенок здоров. То есть это еще одна подсказка вам, что если у кого-то из вас болен ребенок, значит, где-то на уровне подсознания у вас есть программа уничтожения ребенка. Вот вам еще одна страшная тайна, да? Опять же, спросите себя, для чего мне нужно, то есть то, чего я боюсь. То есть это ситуация, в которой я пытаюсь избавиться, от которой я пытаюсь там отмахнуться, забыть, отвлечься, плюнуть на нее, да? Какие обычно советы дают? Да плюнь ты на это, да не обращай внимания, да все это мелочи и так далее. Старайся об этом не думать. Да, это не есть хорошо. Даже не представлять, что будет плохое. Да, даже не представлять. Все будет отлично. Ну, замечательно, все будет отлично, а если оно лезет в голову? Так, значит, позитивное намерение. Вы получили ответ, да? Вы готовы сказать, нет? Да. Готова? Страх за сына. Страх за жизнь сына появился еще во время родов. То есть это были очень тяжелые роды. И мне захотелось просто, чтобы это наконец закончилось и наступил покой. И умиротворение. Потому что сил уже больше не было ни в какой сторону. И вот с тех пор, в 28 лет, этот страх постоянно присутствует, и мы с сыном друг другу мучили. А позитивное намерение какое? Достичь покоя, удовлетворения и счастья. Умиротворения и счастья, да? То есть получается, что ребенок в данном случае, то есть есть какая-то подсознательная мысль, программа, что ребенок как раз решает меня покоя, умиротворения и счастья. Значит, нужно обратиться к этой части, которая ответственна за ваше умиротворение, покоя, счастье, и попросить ее создать способы, в которых бы ребенок помогал, способствовал реализации этого намерения. То есть поблагодарить эту часть подсознания и запустить новые способы поведения. И даже создать новые образы, которые бы действительно помогали бы реализовать это намерение. Еще какие-то были подсказки? Вот, то есть, кстати, это часто встречается, когда идет мысль о суициде. Нет, ну, я понимаю, но здесь, в данном случае, идет как скрытое нежелание жить, да? То есть через вот такое самоуничтожение. То есть я плохая, то есть комплекс неполноценности, а получается, без меня миру было бы лучше. И поэтому позитивное намерение какое? Значит, улучшение окружающего мира. Правильно? Значит, что? Тогда мне нужно создать новые способы, как я бы лично смогла бы, присутствуя в этом мире, будучи счастливой, радостной, там, любящей, любимой, как бы я лично могла бы улучшить окружающий мир. Вот, кстати, тоже очень интересный такой вариант, очень часто встречается. Когда человек неосознанно, неосознанно приносит себя в жертву. Потому что именно идет такая мысль, что я плохая, я недостаточно хорошая, да я там, вот это комплекс вины, да. То есть вот, это тоже программа самоуничтожения. Еще есть какие-то мысли? Что, все, в осознании молчит? Что, вы не знаете? Хорошо, что у вас детей больше нет. А то бы еще одного пришлось обеспечивать. То есть получается, что... Да, я понял, то есть позитивное намерение какое? Все дети обеспечены жильем. Так? Да. Значит, что, разве нужно себя ограничивать в данном случае деньгами? Я, например, когда узнал, что вот третье, да, в смысле, будет третий ребенок, я составил, у меня появилась вдруг такая мысль, ой, это же трое детей, это же там нужно каждого обеспечить. У меня такая мысль пришла так, интересно. Составлю я такую мысль, что, значит, с ростом детей растет мое материальное благосостояние. Причем с увеличением количества детей материальное благосостояние растет геометрической подвеси. Вот, что интересно, так и начало происходить. То есть и поэтому дети растут, а я радуюсь. Растет материальное благосостояние. Это же замечательно. Вот, поэтому... Да, надо же больше детей. То есть мы еще хотим. Вот, так что, опять же, все возможно. То есть любая ваша мысль, какой бы она абсурдной ни казалась, она, как только вы ее оформите, запустите, она начнет действовать, начнет работать. Вот вам еще пример, как, допустим, да, почему программа уничтожения детей работает. То, в принципе, это позитивное намерение есть обеспечить каждого ребенка жильем. Позитивное намерение? Позитивное. Только нужны способы другие. Ну вот человек, честно, вот, открыто, то есть готов услышать информацию от своего подсознания. А что, у других что-то молчит, да? Столько рук было на то, что страхи и беспокойства, а тут себе признаться не хотите, честно. Или уже получили информацию? Не хотите озвучить? Ну, хорошо, вы поняли смысл, да? Значит, нужно найти позитивное намерение. Позитивное намерение. Которое осуществляет эта часть подсознания. То есть, другими словами, что случится хорошего, если произойдет то, чего я боюсь. Поняли смысл, да? И вот здесь, на этом этапе, вам нужно, что? Заменить этот образ на другой. Какой? Не просто новые способы. Вам нужно создать образ себя, именно себя, уже решившего эту проблему. То есть, если это страх. Страх, например, по поводу ребенка. По поводу его жизни. Значит, какой ему нужно представить образ? Какой? Образ себя в будущем спокойной. По поводу своего ребенка. То есть, образ себя в будущем счастливой матери. А какая мать счастлива? У которой здоровый и счастливый ребенок. Совершенно верно. Надо бы это поставить. Значит, вы сейчас, прям представьте, создаете этот образ. Если это касалось, вот страх касался ваших детей, значит, вы сейчас создаете образ себя счастливой матери, или себя счастливого отца. Спокойной по поводу вашего ребенка. Что у него все хорошо, я спокойный. Я могу там заниматься, там, тратить свою силу, энергию на что-то хорошее, созидательное. Радуюсь вместе со своими детьми. Живу не ради своего ребенка, а живу вместе со своими детьми. Потому что, когда человек живет ради ребенка, еще как говорят, я переживаю, да, за своих детей. За своего ребенка. Вдумайтесь, смысл этого слова. Я переживаю за своего ребенка. Получается, я живу жизнью своего ребенка. А это уже есть вампиризм. Самый настоящий. А зачем вы будете жить? Вы должны своей жизнью жить, а ребенок своей. А ну вы вместе живете, значит, вы участвуете в процессе его воспитания. Так? То есть не переживаете за него, а живете вместе с ним. Конечно. И нужно время быть готовым, что он уйдет, у него будет своя жизнь. Это нормальный процесс. У кого там страх одиночества был, да? Значит, спросить, для чего мне нужно остаться одинокой? Какое в этом позитивное намерение? Может быть, тоже какое-то там покое, умиротворение. Там сама себе хозяйка, да? Хочу халву ем, хочу пряники. Так почему вам сразу не начать заниматься тем, что вы хотите? Тем самым вы поможете ему, его здоровью. Так помочь здоровью, я говорю, вы можете по-другому. Ходить и переживать по поводу его здоровья, это не значит помогать ему. А наоборот, переживать, это значит проживать его жизнь. Значит, наоборот, у него силу забирать. Как у меня была на сеансе одна женщина-экстрасенс. Ну, она там, как она говорит, помогает людям, но что интересно, у самой сын алкоголик. И она не может ему помочь. И когда мы вот так обратились к подсознанию, выяснили, для чего она создала такую ситуацию, чтобы сын пил, и ей пришел когда ответ, она сначала там, ну, чуть обмарк не потеряла. То есть ей пришел такой ответ, что благодаря тому, что он пьет, я забираю у него его энергию, которую я теряю, расходую при работе с пациентами. И когда она говорит, я просто ужаснулась. Как это? Что ж мне теперь не заниматься этим? Я говорю, подождите, можно же заниматься, помогать людям, но по-другому, ничего ни у кого не забирая, или обмениваясь там определенными энергиями, знаниями. И помогает так, чтобы потом у сына не забирать энергию, а наоборот давать ему энергию. И в то же время и получать от него определенную энергию, то есть чтобы был взаимно-равноценный обмен. Но что интересно, после этого, даже просто мы провели один сеанс, она провела вот это перепрограммирование, это осознала, у нее сын, то есть он там был в запое, он прекратил в тот же день, прекратил вообще пить. Сразу, буквально. Она приехала домой, там в Луганске, приехала домой, звонит оттуда, вы знаете, сын, я еще домой ехал, он уже просил пить. То есть пошла сразу реакция. Так я, говорит, я поняла, я теперь уже все, я по-другому уже с пациентами работаю, ничего там не забираю, ничего не отдаю, я там настрой другой совершенно. То есть изменила, вот она изменила это поведение, осознание. Ну, а программа уничтожения детей, когда вы говорите ребенок нежеланный, или ребенок не вовремя, вдруг вы узнаете, что вы беременны, как вы вспомните свою женщину, да, вспомните, да, и мужчины тоже, когда вы узнали о том, что вы беременны, что это вам принесло. Но мужчины, когда узнали, что, да, что у вас будет тоже ребенок, что ваша жена беременна, что это вам принесло, первая реакция какая? У кого-то кошмар даже, понимаете? Сейчас интересно, жизнь как с детьми, не кошмар, нет? А, ну, что ж вы тогда не за себя отвечаете? Значит, получается, что, вот просто вспомните эту первую реакцию вашу. Радость, да, у кого радость, ура, там, ура, я счастлива, да, как это прекрасно, а у кого-то и, ой, а мне же еще учиться, то закончить, ой, а вдруг он меня не любит, ой, а как же я одна буду рожать, ой, ну и так далее, и так далее. И вот здесь уже, начинайте вот здесь уже перепрограммировать другие мысли, образы создавать, то есть пересмотрите эту ситуацию совершенно с новыми мыслями и чувствами, действительно с чувством радости пройти через нее. И очень важно, запомните, это чувство вашей радости, новое чувство, должно быть гораздо сильнее, чем то, чувство разрушительное, которое было в той ситуации. Понимаете смысл? Оно должно быть сильнее. Тогда эта ситуация будет перепрограммироваться. Начну теперь, смотрите, есть какой-то у вас образ страха. Есть, да? Представьте эту картинку сейчас, негативную картинку. Нет, сейчас мы пока страх, потом с раздражением тоже поработаем. Представили? Ну вот эту страшную, неприятную или тревожную картинку. Так? Я понимаю, что неприятно это делать, но сейчас это нужно сделать. Теперь возьмите и сделайте так, чтобы эта картинка медленно исчезла. Вся картинка целиком, не только там объект какой-то из нее, а вся картинка целиком там или вот свернулась, или схлопнулась, или вдаль ушла, или там стерлась как-то. В общем, каждый своим способом. Представили? Как? В точку и сожгла. Так, в точку и сожгла. У кого еще как? Среди зинкой. Так, резинкой стерла. Свернулась. Здесь все, потом белая поля, она тоже свернулась, но белая поля... Ну сразу надо все. Так, все сразу свернуть надо было. Так, еще как? Озарилась ярким светом. А? Озарилась ярким светом. Озарилась ярким светом, как бы выгорело, да? Нет. Когда образ темноты и неведомого чего-то, что тебя пугает, очень сильно. Озарился светом. И вот вдруг это все светом. Так, хорошо. Так, разлетелось, рассыпалось на кусочки. Хорошо. Теперь представьте образ себя, себя в будущем, уже решивший эту проблему. То есть вот я. Помните, как говорили, вот я, например, счастливая мать, или вот я, счастливый человек в этом мире, да? Самодостаточный. Так и все говорят, ой, так как ты нам нужна, как-то хорошо, что ты здесь есть. Да? И, в общем, представьте себя уже свободного, человек, вот я вот вижу себя уже свободного от этого страха. И проверьте свои ощущения. Вот посмотрите на эту картинку, на этот образ себя. Какой он образ? Светлый, темный? Светлый. Фон, какой у него? Серый, белый, голубой, зеленый, цветной, солнечный. У каждого свой, так? Теперь, глядя на этот образ, посмотрите, вот приближая его, удаляя, вот подберите вот то расстояние, которое вам вот оптимально для вас. Может быть, приблизить его, но лучше вы на себя со стороны посмотрите. Так? Теперь, попробуйте его там больше сделать, меньше. Посмотрите, как вы будете тоже реагировать на это. И глядя на этот образ, проверьте, есть ли у вас чувство стремления к этому образу. Где оно сосредоточено? В какой части тела? Где? У кого в голове? У кого в груди? Там, в животе, в спине? Где? Как вы это ощущаете? В солнечном сплетении? Так, у кого-то в голове, у кого-то в сердце, у кого-то в груди, за грудиной, да? У кого-то, вот, солнечное сплетение. Есть эти ощущения? То есть, нужны конкретные ощущения. То есть, у вас на этот образ, еще раз, это очень важно, у вас на этот образ должны быть конкретные ощущения, ощущения сильные. Ощущения, ну, как бы, скажем, яркие, да? Чтобы, приятные ощущения, чтобы у вас было чувство стремления к этому образу, чтобы вы прям чувствовали, что вас притягивает этот образ. То есть, наделите этот образ какими-то важными качествами еще, которые вам нужны. спокойствие уверенность радость счастье легкости тяжести может быть легкости да может быть там наоборот приземлить его если он там сильно улетел куда-то чтобы он был земной реальный образ так есть этот образ есть проверьте еще раз этот образ зафиксируйте в сознании есть теперь отвлекитесь посмотрите по сторонам так теперь делаем процедуру превращения образа значит сейчас вы превращает представляете снова эту неприятную картинку и как только они подумали постарайтесь ее быстро заместить легко и быстро на этот ваш новый образ то есть например если вы на кусочки этом этот образ неприятный разлетался то посмотрите как тут же одновременно собирается выстраивается ваш этот новый образ и вот он занимает все пространство так если вы стирали то пока стирается тот неприятный тут же просвечивается этот новый или неприятный картинка уменьшается ваш новый образ растет становится больше ярче и светлее то есть смысл такой превратите самым легким и удобным для вас способом старую неприятную картинку в новый образ образ себя уже решившего эту проблему но пожалуйста главное чтобы этот образ вот вас притягивал и вызывал определенные ощущения проделали один раз отвлекитесь посмотрите по сторонам у кого за сколько секунд произошла смена 2 секунды дохода 3 года одна секунда быстро хорошо теперь проделайте то же самое пять раз пять раз с каждым разом быстрее то есть доведите до автоматизма еще после каждого раза обязательно отвлекаетесь обязательно чтобы процесс шел только в одном направлении не по кругу только в одном направлении от неприятной картинки вашему светлому новому образу пять раз быстро до автоматизма после каждого раза отвлекаетесь я уже проделал хорошо проделали так делаем проверку то есть каждый раз когда будете выполнять это упражнение обязательно делаем проверку представляем старую неприятную картинку и пытаемся его держать получается это или нет а что происходит то есть сразу появляется новый образ у всех так получилось если не получилось еще раз нужно проделать опять же до автоматизма почему-то автоматизма все что мы делаем автоматически мы уже делаем на каком уровне на подсознательном правильно ходим и как автоматически до подсознать мы же не задумываемся какие мышцы напрягать какие связки любые наши автоматические действия уже на уровне подсознания то есть мы сейчас это я вам показал еще один быстрый способ очень быстрый способ принципе на него уходит но минута две минуты чтобы все проделать может быть даже несколько секунд то есть мы быстро перепрограммируем свое подсознание то есть мы во первых показываем образ к чему стремится новый образ показываем что нам нужно первое второе мы размагничиваем старый условный рефлекс который был на старую эту картинку и создаем новый условный рефлекс связаны с новым образом с новыми чувствами этот новый образ который мы создаем новый образ вот новый образ он же уже вызывает совершенно другие ощущения не зря говорил обратите внимание на свои ощущения которые вызывает и теперь на уровне подсознания есть там команда что как только появляется мысль буквально даже мысль начали дошла в сознание на там еще вдруг на уровне подсознания появляется по поводу вот той неприятной картинки, тут же мгновенно возникает новый образ и возникает новое ощущение. А значит, вы уже и не будете создавать ту неприятную ситуацию. Но не так, что вы стараетесь от нее отмахнуться. Как у меня, помню, в Кургане был на семинаре один бывший военный, он говорит, мысль какая-то на мне надвигается, я, говорит, ее из винтовки. Ба-бак! Она разлетелась. Через час-другой отсюда еще больше. Я ее там из гаубицы. Ба-ба! Разлетелась. А отсюда я там еще, во-первых, я там их из Катюши. А потом такое там начинается, в общем, война идет. А потом приходится там отключаться от всего. Почему люди, кстати, да, отключаются? Потому что накапливается очень много событий, которые человек на сознательном уровне, решить осознать не может. И столько этих образов неприятных, картинок, и как от них уйти? Вот и человек уходит от них, вот он и пытается о них не думать, не обращать внимания. Это же неправильно. Нужно действительно пойти в эти образы, определить в эти чувства, ощущения, образы. что за этим ощущением стоит? Какая картинка? Ведь боль, поймите, боль, это же тоже ощущение. Так? Значит, за любой болью тоже стоит какой-то образ. Если мы проведем перепрограммирование этого образа, значит, исчезнет и боль. Почему происходят вот эти чудесные исцеления, так называемые? Да потому и происходит, что вдруг человек, как на него происходит, там, озарение, или осознание, или просветление, он что-то для себя понимает, осознает. Да потому что они в этом образом меняются. Совершенно другие появляются образы. Не могу, а нужно это сделать. Конечно. То есть, вот это и называется перепросмотр личной истории, например, когда вы просматриваете разные события, ситуации. То есть, например, вот вы вспомнили ситуацию, что вы узнаете вдруг, что вы беременны. Ну, те, у кого это вызывало там, какие-то неприятные чувства, эмоции. И вот вы приходите немножко раньше. То есть, вот представьте, вы смотрите этот фильм, и вы раньше, то есть, узнаете, ну, немножко за день, допустим, до того, как вы узнаете, что вы беременны. Проводите вот эту всю процедуру перепрограммирования при вращении образов. И потом вот с этими новыми образами вдруг узнаете, что вы беременны. И какие вы испытываете при этом ощущения? Ой, да совершенно другие. Все, значит, у вас уже в подсознании записана совершенно другая информация. Итак, просматривайте разные ситуации. И таким образом избавляетесь от страха, потому что любой страх это агрессия. Любой страх это агрессия. Или к себе, или к окружающему миру. Получается, вы излучаете эту агрессию, разрушение, она же вам возвращается. И ваше подсознание это ощущает, а поэтому начинается там спазм, сжатие, напряжение и так далее. Отсюда и рождается боль. Представьте, если вы годами носите в себе какой-то образ, какую-то картинку неприятную. У человека давление повышается. Мы же говорили, что давление это нормальная здоровая реакция, повышение давления. Но если человек годами живет с этим страхом, ведь в природе это давление повышается для чего? Чтобы или бороться, или бежать. Так или нет? Ну, понижается точно так же. Значит, не хочу бороться, не хочу бежать. Оставьте меня в покое. Ну, живешь, опять же, проверьте, на что вы так реагируете. Ну, если вам этого достаточно, если этого хватает, ну, прекрасно, значит, это ваше такое давление. Но, в принципе, подумайте, на что вы так реагируете, если, допустим, повышение артериального давления. Какой там образ, на какой образ у вас вызывает повышение давления? Где вы боретесь? В каких ситуациях? С кем? С чем? С какими убеждениями? Обычно со своими собственными убеждениями боремся. Значит, со страхами понятно, да? Помните, Академик Павлов, да, опыты с собачками? Условный и безусловный рефлекс. Объясняет, напрямую объясняет именно происхождение болезни. Когда кто-то там из маститых ученых говорит о том, что это сомнительно, что наши мысли могут вызывать болезни, я говорю, тогда, извините, отправьтесь к первоисточнику. Академик Павлов вам все расскажет, как это происходит. Сами подумайте, у собаки выделяется слюна, да, или там, желудочный сок. Но для того, чтобы выделилась слюна, работает весь организм. Весь организм. Не только одна слюная железа, а работает все системы. А собака отреагировала на что-то? На включение звонка, там, или на человека, который приходит, ее кормит. Это на уровне условного рефлекса. А теперь представьте, если вы носите в себе эти образы, эти эмоции, эти чувства, соответственно, вы на них реагируете где-то спазмом мускулатуры, если это неприятный образ, если это, например, какая-то обида, или гнев, или ненависть, или злость, или раздражение, или страх. Где-то там норадреналина больше выбрасывается, где-то там еще, там столько, если разобрать физиологию, столько разных веществ выделяется, множество. Поэтому здесь даже не нужно разбирать всю эту физиологию, подфизиологию, как это все происходит. Просто найти причину, найти образ, устранить ее, то есть не просто устранить, а превратить для себя в нечто хорошее, созидательное, и вместе с этим образом уйдет и проблема. По этому поводу есть одна хорошая притча. Два монаха возвращались в храм. Один старый монах, пожилой, и другой молодой. И вот дело было после сильного ливня, после сильного дождя. И когда они проходили мимо ручья, который очень сильно разлился, увидели на другом берегу девушку, которая боялась пройти по этому ручью. И тогда пожилой монах перешел через ручей, взял ее на руки, перенес, поставил на этом берегу, и они пошли дальше. Ну и уже подходя к храму, молодой не выдержал, монах и спрашивает, ну как же так, ты такой поступок совершил? Ведь нам не просто приближаться нельзя к женщинам, нам даже думать о них нельзя. А ты, мало того, что думать, ты подошел, взял ее на руки, перенес. А он говорит, ты знаешь, я ее оставил там на берегу, а ты ее несешь до сих пор. Вот и подумайте, с какими мыслями вы носитесь. Вся эта ситуация давно уже произошла, вы все с ней ходите, ходите, пережевываете ее, перевариваете. Да? Понимаете? То есть вот вам объяснение механизмов, и не надо тут никаких диссертаций защищать, все это давно уже известно. То есть я ничего нового не открывал. Вот вам механизм того, как люди себе создают болезни и проблемы своими мыслями, эмоциями. Но теперь вы знаете, что любые мысли, эмоции, там есть образы. Если вы научитесь работать с образами, определяя свои чувства, находить эти образы, работать с ними, вы избавитесь от всех своих проблем. Теперь берем, это мы разобрали страх, да? Берем другую эмоцию какую? Обиду. Обида. Разбираем. Позитивное намерение обиды какое? Обратить у себя внимание. Так, первый источник знаем хорошо. Обратить, то есть не просто обратить, а изменить к себе отношения. Правильно? Ведь обидчик у него, он свои чувства, эмоции выражает таким образом для чего? Чтобы к нему изменили отношения. То есть изменить к себе отношения. Вот оно, позитивное намерение. А на подсознательном уровне образ кого? Обидчика. Совершенно верно. Образ обидчика. Но для чего я удерживаю этот образ обидчика? Нет, позитивное намерение. Та часть подсознания, которая удерживает образ обидчика. Нет, я-то хочу его уничтожить, этого обидчика. Да, чтобы мир был лучше, совершенно верно. Одним негодяем станет меньше. Я же белый и пушистый. А это негодяй, который делает мне больно, тиран. И я его хочу уничтожить. Отсюда и чувство мести-то возникает, так? То есть уничтожение. То есть вот оно, получается, программа уничтожения идет, так? Когда мы обижаемся на кого-то. То есть ненависть, нежелание видеть его живым. Да, не хочу его видеть. То есть позитивное намерение на этой части восстановить справедливо, сделать мир лучше. Пусть помучается. Уживилки, я хотел сказать. Значит, получается, что с одной стороны изменить к себе отношения, но с другой стороны понять, что ведь мы же привлекли этого обидчика не просто так, а мы его привлекли тем, что мы сами к себе плохо относимся. Значит, он пришел к нам научить нас, показать нам, что смотри, как к себе плохо относишься. Я тебе озвучиваю это, например, А значит, что? Поблагодарить нужно этого человека. Да, Наташа? Нет, нельзя? Ну, хотите выйти? Отпустить его на все четыре и себя в первую очередь освободить. Скажете, что там? Почему не хотите? Как мы говорим, прощать, да? Нет, ну, просто я считаю, что я не была виновата в той ситуации и своим поступком не привлекла такого обрешения. Не виноватая я. Он сам пришел... Дело в том, что мы вас и не обвиняем. Я разве вас обвинил в чем-то? Но я вас обвинил в чем-то? Нет. Но вы сказали, что человек сам... Ну, то есть я притянула эту ситуацию, получается. Когда человек состоит в ситуации... И это мысль не значит, что он виноват. Он ответственный. Это, кстати... Кстати, к чувству вины. Что люди путают вину и ответственность. Если человек берет на себя 100% ответственность, для чувства вины остается... Ничего не остается. Ноль процентов. Понимаете? То есть когда человек берет на себя вину, это значит, он берет на себя ответственность другого человека. Да, он берет... Он, получается, на себя ответственность не берет, но берет на себя ответственность другого человека. То есть начинает жить его жизнью, начинает думать за него, от как он должен был поступить. А вот он неправильно, получается, и свою энергию продолжает туда отдавать. вместо того, чтобы взять ответственность на себя и подумать, что а чем же я создала эту ситуацию? Он-то понятно, чем ты ее тоже создал. Ответственность 100% как на нем, так и на вас. То есть 50-50 здесь не бывает. А процентов 100% и на ней, и на нем. Только она-то может взять ответственность только за чьи действия. Только за свои, совершенно верно. Это, еще раз, обратите на это внимание. 100% ответственности на всех. На всех участников событий. Но мы можем брать ответственность только за себя. И значит, этот человек пришел в нашу жизнь для того, чтобы мы что-то поняли о себе. Для нашего развития. Потому что где-то мы остановились в своем развитии. А вы помните, что болезнь это всегда еще сигнал остановки в развитии. Значит, что вам подсказывает ваша матка? Что вы остановились в развитии как женщина, да? И как раз эти мужчины вам пришли в вашу жизнь. Вот, пришли на помощь, да. Это мужчины, можно сказать, спасали вас. Жертвовали собой где-то. Она же говорит, совсем не развивалась. То есть вот они появились, чтобы этот процесс у вас начался. Запустился. А вы говорите, что вот они такие подонки. Значит, я и вообще не достойно носить имя мужчина там или человек, да? Нет? А как? Нет, я просто... Такая ситуация просто... Ну, я расскажу, чтобы понятно было всем. Я встречалась с мужчиной, с любимым. И потом мы поехали с друзьями без него ко мне на дачу отдыхать. И один из друзей, моих друзей, я его не знала, этого мужчину. Первый раз он приехал с моими общими друзьями. Когда все ушли, он вернулся на дачу. И он меня изнасиливал. И потом я узнала, что он, кроме этого, он меня еще заразил. Я сразу на следующий день своему любимому мужчине рассказала, что произошел такой инцидент на даче. И предложила ему некоторое время не встречаться, чтобы узнать. Но у меня интуиция очень хорошо развита. И я сразу почувствовала, что будут последствия. Я ему сказала, что давай мы с тобой не будем встречаться, потому что мне кажется, что он был болен. Потому что и запах был, и все. Но потом он меня, когда вот это выяснилось, он обвинил меня в том, что я проститутка, и шалава, и я. Платочки, приготовьте. Завтра они уже не понадобятся. Сегодня нужно все выплакать. Он сказал, что я себя так вела в компанию, что дала ему понять, что я доступная. Может вернуться и вот так со мной поступить. И мы с ним расстались. То есть, вот поэтому, как бы, ну я не могу простить не этого мужчину, который изнасиловал. И вот, любимый отчетка, я не могу ему простить того, что вот. Потому что мы с ним встречались пять лет и собирались подавать в ЗАГС заявление. У нас большая разница в возрасте. Мои родители были против отношений. Несмотря на это, мы вот встречались и вот. И потом вот, когда вот это произошло, он просто исчез. Ну, не отвечал на звонки. Мы вместе работали. Избегал встречаться в коридорах со мной. Наши общие друзья вообще, ну, сразу поняли, что что-то не так. А потом, когда вот выяснилось, почему это, он сказал, я не хочу связывать судьбу с гулящей женщиной. Наталья, вы же только что сказали, что мы пять лет встречались, родители были против. Ваши родители были против. А как они озвучивали то, что они были против? Обосновывали? Он был женат и разведен. Он все время ходил в эту семью. И большая разница в возрасте их настораживала. Что у нас 15 лет праздница была. Нет, он старше. И они, ну, мать вообще сказала, что это трус. Что это трусливый мужчина, он тебе не нужен. Ты просто, ну, не видишь этого. Ну, да, в принципе, ему нужно было просто взять, зарезать того, который изнасиловал, я считаю. Это был бы нормальный мужской поступок. Правильно? Нет, почему нет? Уборду набить нож не было. А? Ага, то есть ваш двоюродный брат выполнил. Ну, должен же был сделать этот мужчина, наверное. А потом уже сказать, что как ты себя вела. Ну, так или нет? То есть ситуация непростая. Да? Но дело в том, что на первый взгляд она непростая. На самом деле здесь, ну, как бы все... Законно. Наталья все озвучила. Раз, поймите, раз ваши родители были против на протяжении стольких лет, ваши родители кого отражали? Вас. Значит, у вас... Нет, подождите. Вот мы опять приходим к тому, что есть одна часть, которую я хочу, а другая, которую родители озвучивали. Родители — это же наше отражение. Они слух говорят то, что есть у нас внутри. То есть, получается, у вас была такая часть, очень сильная часть. Да, связанная с родом. Это, понимаете, это очень сильная часть. Понимаете? И она говорит, нет, не надо к этому мужчине идти. Ну, так как, несмотря ни на что, она же сама озвучила, да, вы слышали? Несмотря ни на что, мы решили подать заявление в ЗАГС. И тогда нужно было создать ситуацию, эта часть подсознания создаёт такую ситуацию, только пройдя через которую можно разорвать отношения с этим мужчиной. И даже тут и двоюродный брат себе приносит жертву, чтобы спасти род. Понимаете? То есть, вам ни в коем случае нельзя было связывать отношения с этим мужчиной. Ни в коем случае. И насильник себя принёс. Да, то есть, смотрите, получается, три мужчины приносят себя, ну, два явно, приносят себя жертву, один неявно, для того, чтобы спасти Наталью и спасти её род. И для того, чтобы дети у вас нет, значит, и для того, чтобы она ещё смогла родить и ребёнка, здорового ребёнка. Понимаете? Это его ребёнок, это его род. Понимаете, женщина приходит в род и продолжает род мужчины. Мужчины. А его родители как относились к этой ситуации? Это какая разница? Сейчас мы... Сейчас мы... Не, можно, конечно, тут ещё поискать, но... В принципе, вот она ситуация, как говорится, на ладони. Его родители тоже были против, они хотели, чтобы он вернулся в первую семью. Ну вот. Пожалуйста. То есть, смотрите, вселенная, вселенная подсказывает Наталье, подсказывает неоднократно на протяжении пяти лет, что не надо связывать с этим мужчиной отношения. Но, подождите, понимали, идеальны, и тем не менее, почему-то вот ситуация вокруг вас складывается так, что... Что не всё идеально. И потом, да, оказывается, он вас обзывает, что вы там и гуляющий, значит, у него были такие мысли до этого. Но дело даже не в нём, мы сейчас не за него говорим, а говорим за то, чем создала ситуацию Наталья, и для чего. То есть, получает эта ситуация благо для неё. На самом-то деле. И спасибо этим мужчинам, и спасибо, что он ушёл, и слава Богу. У вас есть возможность теперь, действительно, вы даже можете сейчас обратиться к подсознанию и узнать, он вам даже, я уверен, скажет, для чего позитивное намерение этой ситуации. Продолжение рода и рождение здоровых детей, чтобы вы были счастливы, как женщина. Или не так? Или они правы? Вот чем больше семей не создавали, не расписывались, потому что я не могла забеременеть. Но мы ставили, мы решили, что как только я забеременею, то мы распишемся, и этого не происходило, потому что он старше был, и я, ну, то есть, понимала, что первая дочь его возненавидела. Но она не хотела его видеть, я хотела, чтобы он всё-таки подарить ему чувство отцовства, материнства, и врачи мне оставили бесплодие. Вот, когда я с ним рассталась, через некоторое время врачи сказали, что я могу обидеть им. Ну, видите, всё-таки мой опыт подтверждается, да? Так что, вы уже встали, вы всё уже поняли? Хорошо, спасибо, Наташа. Ну, я думаю, для других это такая показательная история. Как мы сами создаём, вплоть до изнасилования, создаём ситуацию именно для того, чтобы спасти нас, понимаете? Спасти самих себя. Вы уже как, вы мысленно поблагодарили? Да. Точно, это искреннее чувство благодарности? Нет, так меня. Я всех мужчин благодарю вообще. Потом подойдёте ко мне. Так, насильника поблагодарили? Всё, только... Ну, что должен был, то и получил, да? Брата поблагодарили? Спасибо. Чувство вины не испытываете по этому поводу? Значит, ему нужно было через это пройти, он тоже какую-то программу родовую отрабатывает, понимаете? Да и родный брат. Поэтому пожелайте ему всех благ, благодарность. Именно ваша благодарность поможет ему там, и также, может быть, какое-то срочное освобождение, понимаете? Поэтому в данном случае именно ваша благодарность, не чувство вины, не жалость, не помогут. Только ваша благодарность. И благодарность этому мужчине, наконец-то, вы ему дали свободу, пожалуйста, обозвал меня. Ну, значит, ну, была я такая шалава. Ну, теперь я стану, теперь стану другой. Вот так было, и детей у меня не было, что такое было. Я ему не изменяла. Нет, ну, причём тут ему? Может быть, поймите, он же вслух высказывал то, что есть у вас внутри. Может быть, ваша какая-то вот родовая, прошлая, программа, поймите, какая-то прошлое у вас, в прошлой жизни, как говорили, родовая программа, родовая память, где-то там проституция, что-то там было. Вот, поэтому отработали, ну и слава Богу. Поблагодарите его, ну и что, ну, там, ну и было, ну и ладно, ну создалась, ну привлекла мужчину. Ну и хорошо, зато поняла, зато я ведь детей могу иметь, зато могу подарить чувство любви, отцовства, любимому и любящему меня мужчине. Искренне любящему, правильно? Ну, вот так и прекрасно. И обязательно будете теперь, я думаю, послушной девочкой, да? К своим родителям будете прислушиваться? Да, ну и замечательно. Да. А вот поэтому мне совсем другая ситуация. Я выросла без отца. То есть, ну, как раньше, мать нагулялась. Мать 19-го года, получается, как раз война. Значит, куда война прошла, еще и у невеста, обратно у женщины, да? Вот. Дальше что у меня получается? С мужем то же самое. То есть, ну как, ну, все, наверное, функции мужские взяла я на себя. Отпал. Ну да, по вам видно. Просто отпал, да. Вот. Что вы с ним сделали? И сын то же самое, понимаете? Вот как бы. Ну, муж, ладно, бог с ним, он какую нашел. Одним больше, другим меньше. Да, одним больше, одним меньше не надо. Ну так... А с сыном, вот как мне поработать, чтобы сын... Вам не с сыном, вам нужно сейчас с собой поработать. Ну и сына направить. Конечно, но начинать нужно с себя, понимаете? Однозначно. Ну я уже всяко-разно, но еще не пошла до этого. Как Женевский говорит, однозначно. Вы просто обратите внимание, опять же, на те образы, о которых мы говорим, так? На те чувства, которые вы испытываете к себе, к сыну, к мужу, к матери, то есть к родителям. Проверьте, какие у вас чувства, какие отношения, какие там образы. И если там есть какие-то негативные, разрушительные образы, там обида, злость, раздражение. Ну вы же, по-моему, подходили ко мне, говорили, что насчет сын едет к мужу, а у меня уже там какое-то беспокойство, да? Вот, то есть пересмотрите эти образы и превратите их в другие. Понимаете? Понятно. Хорошо. Значит, в ситуациях обиды, поймите, что чем вы создали эту ситуацию, для чего вы ее создали, то есть позитивное намерение. И вот выясняется, что в любой ситуации есть позитивное намерение, даже в таких, казалось бы, неприятных ситуациях. И создавая новые образы, новые мысли, новые ситуации, вы выходите просто совершенно на другой уровень восприятия. Вы уже творите в своей жизни другие события. Дополнить? Да, Катя, пожалуйста. Я хотела спросить. Спрашивайте. Я хотела спросить, а могут ли родители, или чекотик, ваших родителей, дружных, 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 всегда ли они являются отражательными, не могут ли они... Всегда отражать. Они проецируют, безусловно, проецируют, но дело в том, что они же отражают. То есть, если вы поймете этот принцип отражения, поймете, что, например, родители недовольны мужчиной, с которым вы встречаетесь, так? Допустим. Или так и есть? Нет. А почему мы тогда берем такой абстрактный пример? У меня подруга есть. Хорошо. Значит, у кого не перед глазами, у кого его собственные примеры, я думаю, это поймет. Значит, получается, где-то внутри вас есть неприятие этого мужчины. Понимаете? То есть, у вашей подруги где-то на уровне подсознания... Если она его полностью примет, поймет, что она в нем не принимает, изменит это в себе, родители его примут как родного сына. Мы с моим мужем встречались пять лет, и прежде чем расписаться, мы на два месяца расставались. У меня родители были против него, но мы все равно расписались. У нас сейчас прекрасная дочка. Является ли это, вот, как бы, отражением моих мыслей и то, что... Ну, сейчас ситуация, то, что я укола супернела, вот, то, что правильно я сделала. Ну, понятно, вы любите, но у вас есть такая часть, которую отражают родители, которые его не принимают. То есть, что-то она в нем, эта часть, не принимает. Подумайте, что? Ну, раз есть что-то, что вы в нем не принимаете, значит, то же самое есть в ком? В нем вас, внутри вас, как женщины, но что-то она не принимает. Подумайте, это, может быть, и связано даже вот с тем страхом смерти, с самоубийством, что я плохая, нежелание жить, что-то здесь, ну, по крайней мере, мне так видится, так? Продолжение темы. Ну, как быть в этой ситуации? Любовь родителям подарить? Прословно. Получить от них благословение? И не уходить, пока не получишь родительского благословения? У меня тоже мой папа старше моей матери, и она вот говорила, что я на своем гурьком опыте убедилась, что большая разница в возрасте, это проблемы, и вот она, исходя из этого, не хотела моего брака, а не потому, что там не принимала его. То есть, ну, она опасалась за мое будущее, что, говорит, у вас родится ребенок, он старше тебя, заболеет, что-то случится, как ты его будешь воспитывать. То есть, получается, что? Позитивное намерение какое? Ну, давайте, давайте разберем по порядку, смотрите, значит, получается, что? Разбейте листочек на три части. Значит, в левой колоночке старые мысли и старые модели сознания, модель жертвы-тиран. Жертвы-тиран. В средней колоночке позитивное намерение. Позитивное намерение. Позитивное намерение определяется каким вопросом? Для чего? Так скажи, зачем? Для чего? И в правой колоночке новые способы поведения, новые мысли, новые модели. Модель хозяина. Модель хозяина. Вот пример, опять же, мы вернемся к примеру Натали. Значит, когда мама озвучивала мысли, что она говорила, что большой возраст, то есть, большая разница в возрасте, угроза для женщины и для ребенка. Так? То есть, позитивное намерение какое? Вашей маме, когда она это высказывала? Значит, она заботилась о вашей жизни, о здоровье ребенка. Так? Правильно? То есть, вот оно, позитивное намерение. Сохранение моей жизни, сохранение здоровья моего ребенка. И не просто, а так, чтобы я не одна его воспитывала, а чтобы мы вместе его воспитывали. Так? Так, мама же, кого озвучивала? Мама же, родители наши, это же самые дорогие нам люди, они кого озвучивают в первую очередь? Нас самих. А мы начинаем на них там раздражаться, злиться, ссориться с ними. Вот, вы там нам счастья не желаете, вот, вы там нас не любите, вот, вы нам... И так далее. Разрываем с ними отношения. А прислушаться же надо, прислушаться. То есть, получается, они отразили ваши собственные какие-то страхи, так? Только где-то они были подавлены, там глубоко в подсознании. Они их слух высказали. Но мы же должны найти позитивное намерение, для чего мне это нужно. И потом создать новые способы поведения. Какие? Ну, позитивное намерение. Мое благополучие, благополучие ребенка. Так? Значит, новые способы какие создать? Разорвать. Ну, создайте прямо сейчас. Значит, я живу... Спасибо, я пошла. ...с мужчиной, с мужем. Который, да, помогает мне во всем. Воспитывает нашего совместного ребенка, да? Который идеально мне подходит по возрасту. Так? Что мы с ним счастливы. Что у него есть силы, у меня есть силы. Он здоров, я здорово. Так? Вот ваши новые мысли. И, соответственно, на каждую мысль должен быть образ. Новый образ. То есть, вы прямо должны представлять, как он вам помогает. Каким образом. Не зря же говорить, каким образом. Да? Прямо сам вопрос, каким образом, подсказываешь. Нужен образ создать. То есть, создать образы, как это происходит. Да, да. Конкретно образы, как это происходит. Как ребенок вместе с нами растет. Воспитываем его. И возраст мужа прекрасный. То есть, он там... Подумайте сами, какой хотите. Да, вместе занимаемся его воспитанием. Вместе его растим. И при этом, мои родители... Можете еще добавить, что... Мои родители довольны и радостны. И радуются вместе со мной, вместе с нами. Помогают нам тоже в воспитании. Понятно, да? Позитивное намерение какое? Ваше. Позитивное. Но только тогда, когда она умрет. Нет, я наоборот хочу ей... Нет, я вам говорю, что почему ваша часть не хочет, чтобы она жила и рождался ребенок, пока она живет. Нет, я хочу мамам меня упрекать в том, чтобы она не дождет. Я понял. Она кого... Мама кого отражает? Вас отражает. Значит, у вас есть такая часть, которая ждет смерти матери и только после этого родит ребенка. Ну, если вы слышите, мама там, русская тиранда, в данном случае, значит, позитивное намерение какое? Опять благополучие моего ребенка. Значит, вот поэтому я добавляю мысль. Помните, я вам добавил же мысль какую? Что мои родители помогают мне в рождении, в беременности, в рождении, воспитании моего ребенка. Помогают? Самым лучшим образом. Да. А, ну, хорошо. У меня есть несколько слов про родовые программы. А что получается? Сейчас мы учимся работать со своими мыслями, со своим поступком настоящим. Но может быть какая-то родовая программа, которую мы должны как бы отработать. Если мы ее в настоящем, если мы ее в настоящем переработаем, перепрограммируем, фактически мы перекрываем старые программы и на их базе запускаем новые программы. То есть какая-то проблема все равно должна возникнуть, чтобы мы на училище? Нет, не обязательно. Почему она должна возникнуть? Если мы на ситуацию умеем реагировать сразу... Он говорит, в прошлых жизнях, вот что-то... Нет, ну смотрите, вот, допустим, вот тоже сама Наталья. Была ситуация, если бы она 5 лет назад правильно отреагировала бы на слова родителей и своих этого мужчины, это бы ситуации не было. Понятно. Правильно? То есть не надо же ждать, чтобы какие-то там произошли ситуации неприятные. Совершенно не обязательно. Ну, произошло и произошло, и слава Богу. Значит, не нужно было пройти через это, чтобы вот иметь возможность родить здоровых детей, быть счастливой женщиной. Вы знаете, у нас в роду у женщины получается, ну, как бы, судьба бабушки на дочери, дочери на ее дочери, на мне, у меня, вот, моей дочери. То есть судьбы повторяются, как говорят, одни проценты натирались. Как прервать эту цепь? Ее не надо прерывать, ее просто нужно использовать. То есть, опять же, выяснить позитивное намерение обязательно. То есть, что в этой судьбе, что вам не нравится? Вот в вашей личной судьбе. В моей личной судьбе и в судьбе. Вот в чем идет повторение? Повторение в том, что у нас женщины несут функцию мужчин, и партнеры наши оказываются мужчинами более слабого, женского склада. Так, для чего вам это нужно, дорогие женщины? Для чего вам это нужно? Позитивное намерение. Для чего вы привлекаете в свою жизнь таких мужчин? Для чего? Или делаете из сильных мужиков слабаков? Для чего? Не могу объяснить. Да можете, не хотите. Попробуйте вместо слова «не могу объяснить», сказать «не хочу объяснять себе». Потому что хочу быть в семье главной. Хочу я всем управлять. Потому что я так себя чувствую спокойнее. Потому что мужики ни на что не способны. Бабушка так говорила. И мама так говорила. Ну так вот. И я своей дочери так же говорю. Значит, нужно создать, что вы так себя чувствуете спокойнее, правильно? Сохранение, опять же, семьи, рода. У меня без рот в лодке. Вот. Ну, пожалуйста. Все, я ж не зря показываю в руке там, да? Значит, что нужно? Создать новые мысли. Что как и женщины, так и мужчины в нашем роду обладают силой. Только эта сила проявляется по-разному. Мужчина, она проявляется одним образом, у женщин другим образом. И представить, что как в гармонии ваши отношения мужчин и женщин. Начать с себя. То есть в моей жизни я привожу в гармонию мои отношения с мужчинами. В данном случае с мужем, так? Гармонию, гармоничные отношения. Они выравниваются. То есть он проявляет свои лучшие качества, мужские качества. Я позволяю ему это сделать. То есть я ему полностью доверяю. Я позволяю. Нет, не делать, потому что вы внутри не позволяете. Вы, может быть, на словах говорите, а внутри вот. На коробке была шляпка. Ну понятно, да? И образы создать конкретные. Начать их претворять в жизни. И сразу посмотрите. Ситуация изменится не только у вас, но и у вашей дочери. Погромче. По поводу Натальи. Вы сказали, что надо было прислушаться к родителям. А у нас ситуация была совершенно другая. То есть у нас родители были против. Мы сможем в этом году уже отметить 20 лет. Я считаю, что наш брак счастливый. И мать его, в общем-то, которая была против совершенно нашего брака. Мы последние минуты его отговаривали. Сейчас она как бы ко мне очень... Ну, сейчас принимают? Лучше относиться. Ну, прекрасно. Ну, представляете, вам 20 лет потребовалось на то, чтобы самой себе, самим себе что-то доказать. Вы мне не доказывали. Нет, ну, вы же... Нет, ну, а как вы с родителями общались-то? Нормально с родителями общались. Нет, ну, улаживали эти контакты. Мы не общались. Ну, вот именно, не общались. Мы с тобой тоже маленькие. Мы с нашим не уладили. Но уладили тем не менее... Вы так показываете, уладили? Ну, где-то вот... Хорошо, вопрос по-другому, да? Или я их улаживаю это время, но без нее. Только потом вы, допустим, женились, да? Или женились и постепенно уладили. А переместные, местные, нагаемые ситуации нет. Нет, пожалуйста, можно так. Можно, можно так. Можно. Так, можно просто... Поймите, в любом случае нужно на слова родителей обратить внимание. И подумать, что они в нас отражают. И начать меняться самим. Но с чувством благодарности к родителям. Благодарности. То есть спасибо, вы меня там отражаете, вы мне показываете, подсказываете. Спасибо огромное. Я, например, когда с своими родителями, там, помню, был период. Я еще тогда ввел дневничок. Ну, то, что я вам сейчас объясняю, да? Ввел дневничок, у меня до сих пор там где-то в папочке сохранился. Там такая папка. Я приходил к ним, а у папы такая привычка была сразу в негатив обращать. Что там, о чем ты говоришь? Вот я дом хочу построить. Как? В наше время дом. Да ты что с ума сошел? Ты знаешь, что это такое? И так далее, и тому подобное. Или там, вот, и я тут... Да ты туда поедешь. Да ты знаешь, что там воров, жуликов. Ну, это проще, проще, проще. Вот. И если я вначале там начинал что-то ему доказывать, там, ему, там, маме, иногда где-то позволял себе раздражаться, кричать. Ну, естественно, терял на этом силу, энергию. Потом я понял, что на самом деле доказывай имя, доказывай кому? Самому себе. То есть они вслух, вслух отражают то, что есть во мне, внутри меня, в подсознании. Не зависит, и тот, и другой отражают. И я научился их слушать внимательно. Я помню, был такой момент, когда я прихожу, например, там, папа начинает что-то говорить, вот так, подожди, давай сейчас сядем, я сейчас все это запишу, то, что ты скажешь. Давай, еще раз, пожалуйста, я буду записывать. Ну, эта ситуация, это хорошо, ситуация, она как бы сразу разряжалась. То есть ему нужно так, опять пройти, все это опять проговорить, да еще тихо, спокойно, чтобы я это все записал. Ему уже не интересно. Да, ну, нет, все равно это говорил, но я записывал эти мысли, его мысли вроде бы. На самом деле я в этих мыслях искал, что есть во мне, находил. Какие-то мелкие страхи, мелкие беспокойства, они были во мне. Но они были мелкими, но, понимаете, мелочей-то в жизни не бывает. Наоборот, если ты обратишь внимание на мелочи, изменишь их, уберешь эти мелочи, если они неприятные, не будет крупных неприятностей. Я и находил позитивное намерение. Например, вот там дом, у тебя денег не хватит, строить дом, ты видишь, сколько недостроев стоят и так далее, там, знаете, строители, воры, жулики, ну и прочее, прочее. Я и позитивное намерение для себя. О чем, отец, высказываете мысли, о чем заботился? О моем финансовом благосостоянии. Ну и замечательно, нужно же новые мысли создать. Я создавал новые мысли. Так? И потом смотрел, как это реализуется в моей жизни. Что интересно, через некоторое время, когда я приходил к папе, он уже, говорит, так, приносит объявление. Ну ладно, давай, я там вот стройматериалы нашел подешевле. Давай сейчас позвони, вот тебе газета. То есть, он уже подключился к этому процессу, то есть, совершенно уже другое было отношение. Почему? Потому что я изменился сам. И вот в последнее время, уже вот, я смотрю, действительно, вот папа, ну и мама тоже, они изменились. То есть, они, папа, например, уже вот так вот не высказывает эти мысли сразу, там, не говорит, иногда еще где-то что-то бывает, но я понимаю, что мне еще над собой надо работать. Вот. То есть, это еще где-то, в чем-то, какие-то мелкие там беспокойства, страхи проявляются. То есть, мысли, как мы говорим, негативные мысли, от которых я хочу избавиться. Так? Вот здесь. Или это наши мысли собственные, или это то, что кто-то отражает в нас. Но это в нас есть обязательно. То есть, если кто-то в вашей жизни появился человек, который что-то вам говорит, и вам это не нравится, не спешите уходить от этого человека, или бить ему морду, прислушайтесь. Значит, что-то он несет вам какое-то откровение. А потом, может, потом ему набьете. Но можете, как при остановке мест влагаемых, сумма не меняет. Да можете сначала набить, а потом выяснить. Но можно и так, и так. Не возбраняться только до конца. Значит, вот, это механизм работы с мыслями. Как вы с мыслями работаете? То есть, за любой мыслью скрывается позитивное намерение. За любой. Какой бы она абсурдной или страшной, вам не казалась эта мысль. Обязательно найдите это позитивное намерение. То есть, что мне полезного несет эта ситуация? Или если это произойдет, что мне хорошего от этого будет? Так, создайте новые мысли в модели, в новой модели сознания, в модели хозяина. Новые мысли. Ну, например, есть у вас там страх. Вот вас придет проверять налоговая инспекция, да? Ага, мысль, значит, подсознание заботится о вашем материальном благосостоянии, благополучии. Так, а та часть подсознания, которая эту мысль вызвала, значит, хочет, чтобы пришла налоговая, да? Для чего? Ну как, надо же делиться, нужно же отдавать, заботиться о государстве. Хорошо, давай придумаем способы, как я могу это делать по-другому. Не через штрафы, а по-другому. Заботиться о благосостоянии моего народа, моего государства. То есть, у вас же есть часть, которая отвечает за целое, за благосостояние народа. Если вы этого не делаете, то возникает уже раковая идеология, раковое мировоззрение. Нет, если делаешь, значит, не так делаешь. То есть, ну я просто объясняю механизм, что если вы не отдаете, потом возникают какие-то другие более серьезные проблемы. То есть, нужно учитывать интересы и той, и другой части. Значит, получается, да, заботиться о материальном благосостоянии страны. Прекрасно. Создаёте новые мысли, как вы будете это делать. Заботиться и о своём материальном благосостоянии, и о материальном благосостоянии всей страны. Так? Позаботь. Значит, я такие даже мысли помню, когда у меня прорабатывало, это так представилось, что налоговая инспекция способствует росту моего благосостояния. А вот так. Подумайте, как, придумайте, как она может это сделать. Я сначала мне такая мысль пришла, я даже ещё не представлял, как. То есть, я просто пришла мысль, я думаю, надо же, а как они мне действительно помогут. А потом, ну, я описывал там ситуацию. В книге произошла ошибка, там, с фамилиями, вот, и я приготовил там сумму, которую должен был заплатить как налоги. А я пришёл там, напротив моей фамилии стоял ноль. Просто по ошибке. Вот, и я эту часть денег оставил себе и потратил по-другому. Как я считаю нужным. Вот, поэтому, то есть, вот ситуация возникла буквально, как бы, нагула вместе, да? Ну, и ещё чем могут, как, увеличивать ваше благосостояние? Да просто не мешать вам работать. Не приходите, не проверяйте. Хотя бы так. Но есть ещё другие варианты. Вообще, доверьтесь подсознанию, варианты бывают просто фантастические. То есть, необычные. Так как я говорю, экстраординарные, да? Да. Да. Значит, для этого есть медитация. Называется медитация освобождения. Значит, она выполняется, ну, желательно выполнять в специальной комнате. Можно и на природе. В комнате для медитации. На унитазе. Ещё раз повторите. Где вы освобождаетесь от лишнего груза? Медитация освобождения. Садитесь на кресло для медитации. Претворительно сняв штаны и трусы. И обозначаете сначала, от чего вы хотите освободиться, да? И говорите, что сейчас я легко и радостно освобождаюсь от... и произносите, да, озвучиваете про себя или слух, от чего вы освобождаетесь. Методом. И потом, и потом методом выписали вы как-то, вы реально освобождаетесь от этих мыслей, чувств, а? Я серьёзно говорю. А что, я похож на человека, который шутишь, что ли? Ну и вы пошутите. Вы же так смотрите, конечно. Ой. Но просто поймите, это же акт, да, дефекации, да, или мощьеспускания. Ведь он действительно символизирует что? Освобождение от того, что нам уже не нужно. Так возьмите к этому, привяжите освобождение от того, что нам действительно не нужно. Причём, у нас же как, у нас же должно быть гармония и физическая, и духовная, да? И что интересно, действительно происходит освобождение. А можно освобождаться от того, что это уже проблема несколько раз? Мне нужно провести процедуру превращения образов, то есть то, что мы делали, помните? Превращали картинку старую, неприятную, в ваш новый образ. Это как продолжение методов. Да, это как продолжение, но уже в другом месте, да? Можно вести новые образы, например, с помощью воды. Вы знаете, да, что вода является переносчиком информации, так? И бабушки пользовались этим при заговорах, наговорах, использовали воду тоже как переносчик информации. То есть они наговаривали, у них какой-то образ был при этом, они наговаривали на водичку, вы потом эту водичку с этими образами выпивали. Что необходимо сделать? Только после этого, после этого вы освобождаетесь легко, естественно, от старых мыслей, убеждений, образов и замечаете их новыми. Это тоже как один из вариантов, один из способов. Вообще используйте, выработайте какой-то свой, самый лучший именно для вас. Подумайте, для чего мне нужно, чтобы он покинул этот мир. Для чего? Позитивное намерение. Когда кто вам говорил, высказывал опасения по поводу, нужно выходить замуж, не нужно. Пили ли у вас, принимал ли там алкоголь, были ли проблемы с алкоголем у ваших родителей? Может быть у кого-то из ваших родственников? То есть почему именно привлекли именно такого мужчину? То есть посмотрите, подумайте, откуда это идёт. Просто я думаю, я была всегда против этого, я вообще ненавидела. Иногда вот встречала, вот... Ну раз ненавидели, значит тем самым... ...это получила. Привлекаете эту ситуацию. То есть опять же подумайте, для чего нужно, чтобы муж пил? Для чего? Не зря же вот вы сидите вот с этой женщиной. Может вам нужно, чтобы муж пил? Нет. Но подумайте, нет, вы подумайте, что есть такая часть, которая в этом заинтересована. Вы к ней обратитесь, к этой части. И с ней поработать. То есть какое позитивное намерение за всем стоит. Так, домашняя задача. Значит нужно что? Продолжение следует...